Хочу безусловно заметить то, что готовить коктейли в домашних условиях это дешевле, вкуснее и полезнее. Так что я вам очень рекомендую, чтобы вы это попробовали и я наверняка уверена, что вам они тоже понравятся. Всем большой привет! Меня зовут Надя Прокс и как мы обещали, сегодня мы будем готовить очень вкусные молочные коктейли популярных марок, таких как Mars, Bounty, Skittles, Snickers и M&M's. В домашних условиях, но без использования этих самых конфет и батончиков. У меня здесь всего 7 коктейлей, но я буду готовить только 5, потому что некоторые между собой очень похожи на вкус. Как например, Mars и шоколадный M&M's у них очень выраженный шоколадный вкус. Точно так же, как у Snickers и M&M's с арахисом, очень выраженный арахисовый вкус. Поэтому я приготовлю Skittles, Bounty, Snickers, карамельный Mars и шоколадный M&M's. Начну я с коктейля Snickers, потому что для него понадобится больше всего ингредиентов и времени. И первым делом мы приготовим карамель. Для него мне понадобится сахар, вода, сливки и сливочное масло. В ковшик высыпаем сахар, воду и ставим на огонь. Варим сахар до тех пор, пока он не превратится в карамель и не начнет темнеть. Пока варится сироп, его мешать не нужно. Карамель уже начинает немного золотиться и сейчас уже можно перемешать. Увариваем еще минутку, чтобы получился темный цвет. И добавляем сливочное масло. Перемешиваем. Как масло растворилось, снимаем с огня. Аккуратно выливаем сливки и снова перемешиваем. Будьте аккуратны, так как карамель может стрелять. Карамель готова, оставляем ее остывать. Итак, для коктейля Snickers мне понадобится обычное ванильное мороженое, молоко, арахис, шоколад и карамель. Предварительно арахис надо обжарить, чтобы у него получился более выраженный вкус. А затем измельчаем с помощью блендера. Такая ореховая мука должна получиться. Молочный шоколад растапливаем в микроволновке, либо на водяной бане. Итак, для приготовления Snickers все готово. Растопленный молочный шоколад, арахис, карамель, ванильное мороженое и молоко. Смешиваем все ингредиенты в блендере. Сначала мороженое, затем молоко, арахис, молочный шоколад и в последнюю очередь карамель. Более густые ингредиенты лучше всего добавлять в конце, потому что если нет, то они прилипнут к стенкам блендера. Коктейль переливаем в стакан. Вместе со всей пенкой. И сейчас самое главное, дегустация. Дегустировать буду с закрытыми глазами, чтобы было непонятно, где какой коктейль. Так, мне самой нету интереса знать, где какой, чтобы было все честно. Вкус практически одинаковый. Единственное, что один немного сладше, другой менее сладше. Поэтому, так как я сама сделала карамель, мне кажется, что вот этот вот слева, это который я сделала, а справа это покупной. Да. Не, а вкус действительно практически одинаковый. Не знаю, мне очень нравится. Только мне нравится, чтобы было послаче. И кусочки орехов попадаются. Маленькие такие, маленькая мука. Так что вкусно, очень вкусно. Но это какой-то более такой неинтересный. То есть, просто большое количество молока и маленькое количество шоколада. А здесь прямо такое большое количество всего и прям чувствуется вкус всего. всех ингредиентов. Так что мне этот повкуснее. Более насыщенный, да. Домашний вариант получился более с выраженным вкусом батончика Сникерс, нежели его оригинал. С первым коктейлем мы разобрались. Переходим ко второму. Следующий коктейль это карамельный Марс. И для него мне понадобится ванильное мороженое, молоко, карамель и шоколад. Опускаем поочередно все продукты в чашу блендера. Таржное, молоко, шоколад и карамель. Закрываем это все и взбиваем. Переливаем. Диухтируем. У этого Марса очень насыщенный именно шоколадный вкус. То есть очень сильный вкус шоколада. А у нашего коктейля наоборот, карамель сильнее. Поэтому, мне кажется, наш коктейль получился более адекватный к этому названию. Карамельный Марс, потому что этот более какой-то шоколадный. Тоже очень вкусный, но именно шоколад, то есть карамель здесь вообще в речке не чувствуется. Для коктейля Эмандемс мне понадобится молоко, ванильное мороженое, какао-порошок и молочный шоколад. Смешиваем все продукты в блендере. Попробуем эти варианты. Очень насыщенный шоколадный вкус. Густой, кстати, этот коктейль какой-то. Этот вполне такой густой. Не знаю, мне этот как-то не очень понравился. Просто из-за того, что шоколад какой-то слишком тяжело его пить. Слишком шоколадный. А этот какой-то более с молочным вкусом. И мне он побольше понравился. Тоже сладкий. Сладший чем этот. Но легче его пить, нежели этот. Так что мне он тоже больше понравился. Если вы хотите, чтобы ваш коктейль получился более густым, то можно добавить побольше какао. А если нет, то мне кажется, вот такая вот пропорция какао просто идеальна, потому что он легко пьется. Теперь готовим коктейль Баунти. Для этого коктейля понадобится мороженое, молоко, какао, кокосовая стружка и сгущенка. Складываем всю чашу в блендер. Смешиваем. Когда я жила в России, я все деньги, которые копила, ходила по магазинам и искупала все шоколадки. Но когда я сюда приехала, их просто переела и теперь я их даже вообще кушать не хочу. И Баунти была моя самая любимая. В детстве просто хочется совсем много шоколада. Когда вырастаешь, помимо моего брата, то уже не хочется. То мне всегда хочется шоколада. Готовый коктейль переливаем в стакан. Кстати, все вот эти вот коктейли, перед тем, как их употреблять, здесь даже написано, что надо очень хорошо их взболтать, потому что вся вот эта вот вкусность, она остается внизу и если это хорошо не взболтать, то будет просто вкус молока. Я уже это сделала, хорошо взболтала. И, кстати, по цвету они практически одинаковые. Мой и вот этот вот коктейль. Буду пробовать. Очень сильный вкус молока, опять же, с таким немножечко кокоса. Совсем чуть-чуть. Кокос какой-то странный. Ну, вкусный тоже. Не, ну наш, он прям чувствует эту слабость. Какао, кокос намного вкуснее. Это как вот просто, не знаю почему, все коктейли, они, мне кажется, переборщили с молоком и добавили мало ингредиентов. Как будто им жалко было на более большое количество ингредиентов потратиться. А так как мы делаем это для себя, мы ингредиенты так добавили хорошо. И все продукты, которые мы используем, они натуральные. Безусловно, наш коктейль, наш вариант, он намного вкуснее. И последний коктейль, это коктейль Skittles. Для его приготовления понадобятся разные соки, как, например, вот этот вот с красных ягод, мультифрукты, в которые в себя включают апельсин, ягоды, морковь, в общем, всякие разные возможные желто-оранжевые фрукты и овощи, молоко, мороженое сливочное, ванильное и лайм. Повторяем ту же самую процедуру, все ингредиенты в чашу миксера. Молоко, мороженое, выжимаем немного сока лайма, добавляем концентрированного красного сока и немного оранжевого. Взбиваем. переливаем в стакан. В случае с этим коктейлем Скитлс получился более желтый, а наш немного розовый, но все равно я попробую. Получился густой, с фруктовым вкусом, очень нежный и вкусный. В Скитлсе более выраженный вкус апельсина, то есть здесь как бы просто все фрукты в общем, такой микс фруктовый, а здесь более апельсиновый вкус. Взрыв вкуса больше в моем коктейле, потому что он сильнее чувствуется и не одного какого-то конкретного фрукта, а нескольких. Вот такие коктейли у меня получились. Хочу безусловно заметить, то что готовить коктейли в домашних условиях это дешевле, вкуснее и полезнее. Так что я вам очень рекомендую, чтобы вы это попробовали и я наверняка уверена, что вам они тоже понравятся. Большое спасибо, что вы меня смотрели, подписывайтесь на наш канал, также подписывайтесь на мой канал Надя Прокс, мне будет очень приятно. Всем приятного аппетита, удивляйте себя и своих близких. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok